Итак, мы с вами продолжим рассмотрение третьей точки зрения, так называемой сотериологической, которая сводится к утверждению, что хотя только христианская религия является истинной, тем не менее это не означает, что спасутся только христиане, представляете? Это то, что мы с вами начали рассматривать в прошлый раз. Это не означает, что спасутся только православные, или, точнее сказать, только из православных. Вот к чему сводится утверждение этой точки зрения. Почему? Я вам напоминаю, что в христианстве, в христианской религии, есть две составляющие. Я прошу обратить на это внимание. Первая из них – что жертва Христова является всеобъемлющей. Помните, как мы говорили, приводя слова апостола Павла, что Христос есть спаситель всех человеков, а наипаче, то есть преимущественно, тем более, особенно верных. Итак, жертва Христова распространяется, она имеет свое вот это значение. Религии же христианской, понимаемой как совокупность норм человеческой жизни для того, чтобы достичь спасения – это уже вторая сторона. Это вторая. Так что христианство проповедует две вещи. С одной стороны, факт жертвы Христовой, без которой невозможно спасение человека. Невозможно по простой причине, мы сейчас не разбираем это, но вы уже достаточно говорили об этом и на дагматическом богословии, и на других, может быть, по другим предметам. Что невозможно, поскольку смертность, тленность и страстность как таковые не могли быть истреблены никаким человеком самим по себе. Эти изменения носили онтологический характер, и требовалось также онтологическое воздействие. Это воздействие мог осуществить только Бога человек, а не просто человек. Так вот, это, так сказать, жертва Христова как таковая. Она носит именно такой характер. Именно учитывая это, мы говорим о теософской точке зрения как принципиально ложной, как игнорирующей эту жертву Христа, как непонимающей того, что совершил Христос. Но вот с сатирологической точки зрения говорит, да, жертва Христова относится ко всему роду человеческому, от Адама до последнего человека. Относится. Как? Это вопрос сейчас другой. Так? И совсем другая сторона христианства – это совокупность тех норм, если хотите. Норм, я не хочу сказать, требований. Бог ничего от нас не требует. Он не требует. А тех норм, при соблюдении которых, человек может достичь определенной степени духовного здоровья. Мы-то предпочитаем говорить «совершенство». Хорошее слово «совершенство», но оно очень уж так высоко поднимает. Я не знаю, какое совершенство у того человека, у которого отнялись ноги, и который постепенно вдруг начинает выздоравливать, постепенно начинает ими двигать, чуть-чуть постепенно может ходить. Можно назвать это совершенством? Ну, если нравится это слово, пожалуйста. Но на самом деле это просто некое выздоровление человека. О совершенстве же можно когда говорить? О ком можно говорить? Только о том человеке, который совершенно здоров, который может упражняться, тренироваться, так и достигать каких-то результатов, которые превосходят обычное состояние здорового человека. Вот понимаете, мы находимся в стадии... В какой стадии? Вот этого паралича, когда не можем двинуть ни одним пальцем, ни с одной мыслишкой не можем побороться. И вдруг слышим речи «духовное совершенствование». Я прямо не могу плакать или смеяться. Это нам-то говорить о духовном совершенствовании. Я говорю, с одной паршивой мыслишкой не можем справиться, и мы говорим о духовном совершенствовании. Да, это, конечно, абсолютная цель. Это, конечно, мы к этому призваны, но мы должны же понимать, на какой ступени мы находимся. На какой ступени? Это же надо понимать, надо трезво это оценивать. Потому что сами слова уже, знаете, когда мы говорим о духовном совершенствовании, они уже что-то такое в нас уже возбуждают, недолжные. Сотеологическая точка зрения оказывается говорит-то о каких вещах? Что без жертвы Христовой спасение немыслимо. Но знание и осуществление тех норм жизни, о которых говорит христианство, не всем доступно в силу их земных условий существования. Не всем. Каждый человек в свою, так сказать, меру, в меру его ума, в меру его совести, в меру его знаний что-то может делать, в какой-то степени осуществляет эти нормы, независимо от того, принадлежит он по внешней своей стороне жизни христианской религии или нет. Так вот, хотя бы он совсем не принадлежал, хотя бы он никогда не слышал в жизни своей никогда о Христе и христианстве, сколько угодно таких же людей. Так? Жертва Христова относится к нему, хотя он о Христе никогда не слышал. Вот на это я обращаю внимание. К нему относится, к этому человеку, ко всем жертвам Христову относится. Он – второй Адам. Второй Адам. Тот второй Адам, от которого должно родиться всё человечество в конечном счёте. Благо тому, кто уже рождается здесь. Но, оказывается, оказывается, это очень интересное явление, оказывается, есть возможность и рождение там. Вы слышите? Вы знаете? Вы знаете, как изображено воскресение Христова на древнерусской иконе? схождение во ад. Кому схождение, в прошлый раз мы говорили, к мёртвым, мёртвым не телом, а теле чего говорить? Мёртвым душой, тем, которые противились во дниное, как пишет апостол Пётр. Вот кому сошёл Христос, проповедуя. Слышите, кому сошёл? В ад. Туда. Оказывается, и там возможно услышать голос Христа. Там возможно Его увидеть. И если Он сходил туда, то, наверное, не просто для того, чтобы только проповедовать и чтобы её увидели, а что, о чём замечательно изображает древнерусская икона. Протянутая рука Христа, и оттуда рука протянутая, Христос выводит из ада. Оказывается, выйдите, что возможно. Выход из ада, когда там кого тех, многие из которых ничего не слышали о Христе, другие слышали, например, еврейскому народу было дано откровение, и пророки возвещали, и говорили об этом Мессии. Кто-то слышал, кто не слышал, кто понимал, кто ничего не понимал. Этим мёртвым было проповедано. вот о чём, оказывается, идёт речь. При этом, что важно, что важно, нельзя понимать сошествие Христа во ад как акт моментальный. Когда он сошёл? В Великую Субботу. Правильно? Так? Суббота окончилась, наступило воскресенье Христова, какой-то праведник в это время скончался, а Христа тоже в аду и нет. Или даже неправедник. Как же быть? Всё? Христа там уже нет? Это, знаете, это такой примитивизм. Ужас какой-то, что Христос сошёл в ад и вышел. И всё. Кто не успел, извините. Да? Нет. Сошествие Христа во ад – это не какой-то единовременный акт, а о чём мы слышим в пасхальных песнопениях. Ох, какие мы замечательные слова слышим там. Он умертвил смерть, смертью смерть поправ. Смертное жилище разори своею смертью днесь. Какое это смертное жилище он разорил? Опять мы видим изображение, какой ад развален. Знаете, какая-то крепость, которая разрушена в дребезке. Вы слышите? Интересно. Изображение на иконке, он их это в пасхальном слове, слове знаменитом, который зачитывается всегда. «Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа? Воскресе, Христос, и ты низверглся, еси! Воскресе, Христос, и подоша демони! Воскресе, Христос, и радуются ангели! Воскресе, Христос, и жизнь жительствует!» И дальше потрясающие слова. Послушайте. «Воскресе, Христос, и мертвый не един во гробе!» Это что такое? Красивая риторика, да? В конце концов, надо же всё-таки задумываться об этих вещах. Что это, поэзия, лирика или это догматическое изложение самой сути того, что совершено Христом? Если мы обратимся к святоотеческому наследию, ой, сколько мы находим сильных высказываний по этому вопросу! Это просто удивительные, причём, высказывания. Может быть, мы ещё поговорим. Смысл слов, что и не един во гробе, каков? Не в том смысле, что все сразу воскресли. Ясно, что речь идёт не о телесном воскресении, не об этом идёт, не об этом гробе идёт речь. Речь идёт о смерти духовной, в которой находились люди. Теперь не един во гробе. Вообще, это потрясающе смелые слова. Попробовал кто-нибудь из вас такое, скажите, тут же на костёр. Это потрясающие просто слова. Так вот, оказывается, те мёртвые, некогда непокорные, как пишет апостол, были и будут освобождены из рая. Все они, как я вам потом зачитаю, я вам зачитаю потом, из Григория Богослова, из пастора Ермы, что, оказывается, они будут крещены там. Вы слышите, какие вещи? Там крещены. Как там? Где вода? Где купель? Там крещены будут. Я вам зачитаю сейчас, что всё это значит. Я зачитаю, а сейчас пока скажу. Я уже говорил о святом Иоустине мученике, философе, который прямо сказал, что те, которые жили согласно словам, суть христиане хотя бы считались и безбожников. Помните? То есть, он утверждает поразительную мысль, что есть, оказывается, естественная норма человеческой жизни. Норма – это соответствие, если хотите, божественном указании. Точнее сказать или понятнее сказать, это жизнь по совести. Разумная жизнь по совести. Вот что такое жизнь, согласная словом. По совести. Недаром великолепно у нас народное изречение. Потому что точное, абсолютно совесть – это голос Бога. Тот, кто живёт согласно с совестью, тот живёт согласно с Богом. Он живёт по Богу. Так вот, Иоустин мученика и говорит, что все те, которые жили до Христа, они, суть, уже христиане. Хотя, конечно, они не могли принять ни крещение, ни знали, и так далее. Ирнея Леонский писал, Христос пришёл не ради тех только, которые уверовали в Него. Вы слышите, какие вещи? Не ради тех только, которые уверовали в Него. Слыхали когда-нибудь это? Но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос. Кто это такие, кто желал видеть Христа и слышать Его голос? Если они Его не знали даже о Нём. Слышите? Даже не знали. Не слышали никогда о каком-то Христе, о чём идёт речь. Кто желает видеть Христа? Блаженные, алчащие, жаждущие правды, те насытятся. Христос сказал, ас есть. Помните? Жизнь, истина, путь. Вы слышите, что? Которые желали, то есть, которые действительно жаждут этой жизни по совести, жаждут правды, жаждут чистоты, жаждут святости. Вот, оказывается, о ком Он говорит. Они ради только тех, которые уверовали в Него, вот, когда уже убедились, когда им проповедовано и так далее. И дальше Он прибавляет. Поэтому всех таковых Христос во втором пришествии Своём прежде воздвигнет, воскресит и поставит Своё Царство. Это вообще паразит-то. Кстати, я вот до сих пор не понимаю, может, вы скажете, почему их-то прежде? А почему не христиан? Вот это я не знаю. Их прежде. Почему он так? Он не объясняет. Но почему-то считает, что их прежде ведёт Своё Царство. Интересно. Подобно же пишет Иоанн Дамаскин преподобный. Я не знаю, вам не очень сложно это, вот, когда я читаю эти высказные цитаты, но тут требуется внимание. Это для нас необходимо просто. Очень хорошо пишет Иоанн Дамаскин. Некоторые говорят, что Христос вывел из ада только веровавших, каковы суть отцы, пророки, судьи, а вместе с ними цари, местные начальники и некоторые другие из народа еврейского, немногочисленные и известные всем. «Так», – говорят, «так». И он отвечает на это. Мы же на это ответим думающим так, что нет ничего незаслуженного, ничего чудесного и ничего странного в том, чтобы Христу спасти у веровавших. «Ибо он остается только справедливым судьей, и всякий, уверовавший в него, не погибнет. Так что и должно было им всем спастись и разрешиться от ус ада». Теми же, кто только по человеколюбию Божию спаслись, были, как думаю, все, которые имели чистейшую жизнь и совершали всевозможные добрые дела, живя скромно, воздержанно и целомудренно. Но веры чистой и божественной не восприняли, потому что не были наставлены в ней и остались вовсе ненаученными. Их-то управитель и владыка всех привлек, уловив божественными сетями и убедил их уверовать в него, воссияв им божественными лучами и показав им свет истинный. Их-то, то есть где уже? Уже не на земле, опять то же самое. А вот теперь посмотрите, что пишет Ерм в своем пастыре. Он говорит о двух способах вхождения в церковь. Я знаю, вы это по догматическому богословию, ну, наверное, должны были проходить это о двух способах вхождения в церковь. Вот, я вам зачитаю. Человек до принятия имени Сына Божия мертв, но как скоро примет эту печать, отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода. В нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми. Апостолы и учители, проповедовавшие имя Сына Божия, скончавшись с верой в Него и силою, проповедовали Его и прежде почившим и сами дали им печать. Они, то есть апостолы, вместе с ними не сходили в воду и с ними опять восходили. Слышишь, какой образ рисует? Где? Там сходили в воду и не сходили и опять восходили. Но они, то есть апостолы, не сходили живыми. Послушайте. А те, которые почили прежде них, не сходили мертвыми, а вышли живыми. Вы теперь понятно? Которую прежде них почили. Вам понятно теперь, о какой воде идет речь? Не об этой материальной видимой, совсем о другом идет речь. Это образ принятия благодатного дара крещения. Не это внешнего обряда, а благодатного дара. Вы слышите, какие интересные? А те, которые почили прежде них, уже почили. Мертвые, да? Апостолы им проповедуют. Где? Там, в аду. Не сходили мертвыми, а вышли живыми. Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божие. и потому взяты вместе с ними и положены в здание башни. Ну, башня, помните, это образ церкви у Ерма. Правда, интересные вещи какие. Он прямо говорит, что, оказывается, крещение там возможно. Вообще, я вам скажу, когда у святых отцов мы столько находим удивительных мыслей с точки зрения нашего обычного 19 века богословия, а многие сейчас так и идут по нему. Там богословие Макария, Малиновского, это такие ретики, с которыми я не знаю, что просто делать. Нет, ну подумайте, такую вещь сказать, что там они крещение восприняли, апостолы их там крестили. Я помню, когда учился, нам никто во веки веков этого не говорил. Они сами, может, вам говорили? Ну и кто, как это креститься там в аду можно? О чём мысль-то какая? Нельзя стать членом церкви без восприятия благодати крещения. А эту благодать крещения или дар крещения одни получают здесь у верового Христа отрекшись от сатаны другие, которые не могли, неважно по каким причинам, оказывается, там могут принять этот дар благодати крещения. Вы слышите? Таким образом стать членами церкви и получить спасение. Вот какова мысль. Климент Александрийский прямо утверждает большая у него тут цитата, но он утверждает вот что, что как Христос сошёл и проповедовал в аду, так и апостолы. Только Христос, как он считает, Климент Александрийский, что Христос только проповедовал евреям, еврейскому народу, а апостолы проповедовали всем, всем прочим. То есть, интересная мысль, догматическое положение. По смертной жизни возможно оглашение, проповедь и приобщение к церкви. Феофан Говоров говорит, Бог нелицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным. В данном случае речь о чём идёт? Что значит сознавал для себя обязательным? Если я сознавал для себя обязательным грабить и убивать, да? По этому, что ли, закону? Нет. Речь идёт же не об этом. Речь идёт о том, что человек, искренне стремящийся жить по совести, по совести, в рамках даже той религии, в которой он принадлежит, не христианской, оказывается, Бог будет судить его по этому закону, который он сознавал для себя обязательным. вот так. Вывод из этого какой? Перед теми, кто не мог по объективным причинам принять Христа, здесь, уверовать в Него, принять крещение, оказывается, открывается возможность войти в церковь путём вот того человечества, которое было до Христа, то есть путём ветхозаветным. Ещё об одном, что очень важно сказать, святые отцы совсем не утверждают, что в церковь могут войти только принявшие крещение в этой жизни. Вы слышите, какой вывод? Нет этого утверждения. Совсем не утверждают, что только принявшие крещение, оказывается, могут войти в жизнь вечную. Нет этого. Кстати, это один, это очень важный момент, который касается детей, потому что очень многие, что надо быстрее, быстрее крестить, а то вдруг помрёт, что тогда? И в преисподнюю, какая дикая вещь. Нигде святые отцы этого не утверждают. Ну, кроме Августина, конечно, блаженного. А напротив, очень многие говорят, говорят как раз, и я вам уже сейчас приводил, что, оказывается, возможно, вхождение в церковь при наличии у человека жизни, жизни, соответствующей слову с большой буквы, возможно там, возможно крещение там. Я вам приведу очень интересное высказание святителя Григория Богослова. Вот что он пишет. Вы, наверное, помните, кто такой Нават и Новоциане. Так вот, он пишет. «И что мне за закон человека ненавистничества Навата, который говорил, согрешил, всё, ты во веки веков ты уже, чем бы ты не согрешил, это надо же, какое безумие, да, согрешил, всё, ты вне церкви и навсегда». И он дальше пишет. «Может быть, они будут там крещены огнём, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, под веществом что, разумеется, наши страсти, поедает вещество как сено и потребляет легковесность всякого греха». В полном соответствии с пастырем Ермом, он утверждает, ну, обратите внимание, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, каким? Там крещены огнём. Потому Исаак Сирин говорит следующее. «Остережёмся в душах наших возлюбленные и поймём, что, хотя гиенна и подлежит ограничению, слышите, гиенна ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней предупреждает». Потому что, глупый, как только ему скажите, ну, что ж, пострадаешь там и потом попадёшь в рай, вечную жизнь, ура, будем есть, пить и веселиться. Это действительно безумный, безумный. Он говорит, «Остережёмся в душах наших, и да никто не знает, никто не знает, да, насколько страшен вкус пребывания там в этой гиене и степень страдания в ней». Тот человек, который хотя бы раз в жизни, наверное, пострадал тяжело, больше, наверное, не захочет никогда. «И предложите вы ему все блага земли, но только напомните ему, и он скажет, нет, ни за что, никаких мне благ не нужно, только бы не подвергнутся опять этим страшным страданиям». Исаак Сирин произносит другие слова, замечательные просто, которые являются ответом на один из таких серьёзных пунктов, вызывающих вопросы и недоумение о вечной гибели людей. Посмотрите, что он пишет. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он всё-таки сотворил». Ух, как точно выразил! прежде сотворения он знал, кто каким будет, во что кто превратится, и всё-таки сотворил, для чего милосердный владыка сотворил, зная прекрасно, что это будет Иуда. для чего же сотворил? Не для того милосердный владыка сотворил, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. «Вы слышите?» Причём это настолько сильное высказывание, что я не знаю, кто может что-то возразить. Основополагающий христианский догмат «Бог есть любовь». Основополагающий, который подтверждён потрясающим образом «Крестом Христовым». Поэтому эти слова Исаака Сирина – это удивительно точное выражение того, как мы можем и должны наверное думать по этой проблеме. Не для того сотворил милосердный владыка. Интересно, что у Григория Богослова есть такие слова. Иные люди даже не имеют возможности и принять дар окрещения. Правда? Правда. А дальше пишет какую-либо любопытную вещь. Или, может быть, по малолетству странно. Как это такое по малолетству он не может принять крещение? детей надо крестить, а он говорит, не могут по малолетству. Это что ж такое? Он отражает, отражает общую жизнь церкви четвертого столетия. Когда по малолетству не крестили, это исключения какие были. Общая вера церкви и практика церкви была, когда малолетних не крестили. И он пишет, видите, или, быть может, по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств и так далее. Но дальше что говорит? Эти, не принявшие крещение, не будут управить на суде ни прославлены, ни наказаны. Потому что, хотя и не запечатлены, однако же, и не худые, ибо не всякие недостойные чести достойны уже наказания. Ну, и правда же, воюют все, кто-то получает героя, кто-то орден славы, но и те, которые не получили этой чести, это же не значит, что недостойны наказания. Вот о чем идет речь. У епископа Григория в его интересной, кстати, работе, которая называется «Изъяснение труднейших мест первого послания святого апостола Петра». Вот это такие вот книги, с ними надо знакомиться, друзья мои, потому что труднейших мест, действительно. Я помню, вот учились мы и самые трудные места, вы знаете, так раз и проскакивали. То, что и так более-менее понятно, тут мы, знаете, разглагольствуем, а труднейшие раз и исчезли. И вот он пишет, в частности, под мертвыми, о которых пишет апостол Петр, следует разуметь всех мертвых ко дню последнего суда Христова, то есть как слышавших слово евангельское во время земной жизни, так и не слышавших. Если бы Евангелие Христова не коснулось слуха всех умерших, то не все умершие подлежали бы и суду Христову. Таким образом, в настоящем стихе дается основание думать, что подобно тому, как умершие до пришествия Христова на землю были оглашены проповедью Евангелия во Аде через умершего и снишедшего от Христа, так и умершие по пришествии Христовым, но не слышавшие на земле проповеди евангельской и не ведавшие Христа будут оглашены таковою проповедью во Аде. Не думайте, что он пишет только о себе. Я вам привел уже высказание целого ряда святых отцов. Оказывается, будут оглашены таковою проповедью во Аде. Святые отцы нередко прямо говорят о том, что Ветхий Завет, то, что наше деление на Ветхий Завет и Новый Завет по чисто внешне хронологической стороне жизни не отражает сути дела. На самом деле, Ветхий Завет – это характер жизни и отношений ко Христу. Новый Завет – то же самое. Кассиан Римлянин, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет, «Поэтому теперь находится в нашей власти. Состоять ли под благодатью Евангелия или под страхом закона. Ибо всякому необходимо по качеству своего действования пристать к той или другой стороне». Видите? И мы можем. Превосходящих закон воспринимает благодать Христова, а низших закон удерживает, как своих должников и повинных ему. Ибо повинный против заповедей закона никак не может достигнуть евангельского совершенства, хотя бы и хвалился, что он христианин и освобожден благодатью Господа. Но напрасно, ибо надобно считать еще состоящим под законом не только того, кто отказывается исполнять заповеди закона, но и того, кто довольствуется только соблюдением повелений закона и вовсе не приносит плодов достойных звания и благодати Христовой. Вот почему я, по-моему, на пятом курсе вчера говорил, что само наименование у нас теперь закон Божий неверное, глубоко порочное, Евангелие это не закон Божий, заповеди это не закон Божий. И вот видите, как замечательно Кассиан Римлянин говорит об этом. Он прямо вот на эту тему, прямо точно говорит, прямо говорит, что мы можем, мы в зависимости от характера нашей жизни или оставаться под действием закона или под действием благодати Христовой. Закон требует безусловное исполнение всего то, что приказано. В противном случае человек будет наказан под благодатью Христовой, разумеется, иное. Бог не требует, а лишь показывает, просит, объясняет человеку, не делая себе зла. Заповеди это просто те нормы, по которым человек должен жить, чтобы не причинить в себе зла. И Кассиан Римлянин прибавляет, а кто не хочет подчиниться требованию евангельского совершенства, тот не знает, хотя и крещен, и кажется монахом, не знает, что он не состоит под благодатью, но спутан еще узами закона и обременен тяжестью греха. Ух, как здорово! О, какие вещи пишет! Ну, вот, я просто хотел вам показать, в чем суть, специфика, если хотите, с сатирологической точки зрения. Да, жертва Христова распространяется на всех, на всех людей. Воспринимается она по мере, по мере соизволения, если хотите, человека, произволения человека по мере его жизни в соответствии с совестью или наоборот. Слышите? В этом отношении, вы знаете, с сатирологической точки зрения прям дает, знаете ли, вот очень узкие, помните, как я говорил, гать, болото, и здесь, и здесь можно утонуть. Вот этот узкий путь и говорит, да, возможно, спасение каждому человеку. благодаря жертве Христовой, только благодаря жертве Христовой, но не без нее. Религии могут быть лучшими, худшими, более нравственными, менее нравственными, и это свидетельствует только о чем? О том, какие средства предоставляются человеку. христианство дает оптимальные средства, наилучшие средства для того, чтобы спастись человеку. Но это абсолютно не значит, что и со средствами худшими человек уже погибнет. Да, можно огород копать палочкой заостренной, можно. Можно лопатой, можно плугом, можно даже трактором, можно плыть на корабле, можно плыть на лодочке, можно на доске. Правда, ну, правда. Представляете, какая разница колоссальная? Это что такое? Это средство. Средство, но в конечном счете то, что избавляет человека, каждого человека, это жертва Христова. Об этом свидетельствует только христианство. В этом, если хотите, абсолютно, так сказать, несоизмеримое со всеми другими религиями благовестие, которое мы находим в данной религии. Ну, вот так, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста. Вы говорите, что в других религиях, кроме христианства, есть средства спасения какие-то, мне кажется, наоборот, там прямой пусть погибли, он всего нет, дело не в том современном. Если человек прямо следует всем его запах, все хуже и хуже становится. не для того милосердный владыка сотворил тех, о ком он знал, кем они станут. Вы слышите? Или для того. Я вам привел эти поразительные слова. Вот сейчас попробуйте такое сказать. Тогда узнаете, что не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, а тех, о ком он знал прежде, их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. дал им жизнь. Для чего? Изначало ведая, кто кем будет, кто Иудой, кто Пилатом, кто Гитлером, и все-таки дал им быть. Для чего? Чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Исаак Сирин пишет абсолютно. это невозможно предположить, что Бог, будучи любовью, дал бытие тому, кто подвергнется вечным нескончаемым страданиям. Вот почему он и пишет о другом. Да, это невозможно представить, но, но, и это не только один он пишет, что остережемся. Да, вы бы страшен вкус пребывания там, и никто не знает, какова степень страдания там. Григорий Богослов пишет о самом страшном продолжительных страданиях. Крещение огнем, то есть, предупреждают все, говорят об этом. Вот, в чем дело. И чем хуже, чем больше человек погрешает здесь, тем, видимо, больше страданий там. Вот, а религия – это указание пути. Пути. Вы заблудились, и вот вам показывают дорогу в болото. Ложный путь. Крутитесь, на болото натыкаетесь. Есть путь истинный. Вам показывают, вот, отсюда, из посада в Москву, вот куда, вот, прямой путь. А вам, когда другой скажет, нет, нет, что вы ошибаетесь. Только через, надо в Александрово, туда дальше, через Владимир, вот так. Третий скажет, нет, только через Владивосток. Четвертый – только через Соломоново острова, который в Тихом океане. Только так вы попадете в Москву. Вы слышите? Я говорю, что такое истинный путь и ложный? Это образ. Это касается и характера жизни, характера требований, которые данная религия налагает на человека. Видите, какие может быть разницы? Одно дело – возлюби ближнего твоего и возненавидеть врага твоего. А другое дело – любите врагов ваших и добро творить ненавидящим вас. Правда? Разница колоссальная. И, по-видимому, тот, кто оказывается в религии ложной, сколько придется ему претерпеть. Но зависит от того, в какой степени он будет погрешать против своей совести. Понимаете вы? Тут в чем дело? Вот одна и та же ситуация, и два человека могут поступить совершенно одинаково. Так? И один при этом погрешит, а другой при этом поступит правильно. сделав одно и то же. Один погрешит, а другой поступит без всякого, никакого греха. Ну, привезем какой-нибудь уж такой пример. Страстная пятница. И христианин пошел в ресторанчик и изобразил. И он понимает, что это такое, и пошел. И возьмите какой-нибудь атеист. Какая разница? Страстная там, не страстная. Ему и дела нет никакого до этого. Он ничего не погрешит. У него там день рождения или неважно что. Он ничего не погрешит. Представьте себе. Одно и то же. Рядом сидят вот, за одним столом. Пьют и едят. Один совершает, я не знаю, какой грех. Мне кажется, потом всю жизнь, наверное, совесть будет его мучить. А другой абсолютно никакого греха не совершает. Вы слышите? Никакого греха он не совершил. Для него нет никакой Страстной пятницы. Я такой просто первый попавшийся пример просто говорю. Видите, от чего зависит? Оказывается, от состояния нашего сознания, наших определенных, что ли, знаний, от нашей веры в конечном счете. Для атеиста вера такая. Тут никакой Страстной пятницы нет. Для христианина напротив. Видите? И в зависимости от веры человек или погрешает, или не погрешает. Вот какие вещи-то. Поэтому не религия, я вам скажу. Когда человек искренне убежден, что он поступает правильно, помните, Савл влачил мужчин и женщин, врывался в домы их. Помните, что творил? Пока Христос не открылся ему. И почему открылся? Вот нет никаких сомнений, почему открылся. Савл это делал с полным убеждением, что надо бороться против этого зла, которое именуется Христом и христианством. искренне боролся. Понимаете, в чём дело? Он не погрешал против Духа Святого. То есть, против чего? Против истины. Потому что истина – то, в чём он видит, он убеждён искренне, без лукавства. Он был искренне убеждён, что это зло, которое разрушает закон Моисея, Бог откровенный. Господь может исправить такого человека, как исправил его. Кого-то – нет. Мы не знаем, по каким причинам. Мы же не знаем глубин души человеческой. Главное – не похулить Духа Святого. То есть, не лукавым быть. Вот, когда убить Христа и Лазаря, тут всё ясно. Потому что воскрешение Лазаря – это был факт, совершенно ясно свидетельствующий уже о божественном действии. то есть, против Бога уже выступили. Вот тут понятно. Вот так. Субъективная сторона, нижеобъективная сторона. Мы говорим, что спасение – это исцеление человеческой природы. И христианство предлагает средства исцеления природы, объективно. А какой-нибудь иудаизм предлагает средства, наоборот, его ухудшения. Но он-то этот человек. Нет, вы понимаете, что этот человек, если он искренне верит, что это правильно, вы учтите, мы всё время подождаём лукавство. А представьте, что он искренне верит, что это именно вот так, это правильно, это истинно. Если он верит в Бога и считает, что это по Богу, он поступает по-божески. Представьте только себе, Когда начинается хула на Духа Святого, когда погрешение, когда я по своей против вижу, что это истина, вижу, что это правда, и борюсь против этого. Вот тогда да. А заблуждаемся мы все, я вам скажу. Все. В том числе мы православные. Ой, насколько во многом мы заблуждаемся. Ну что вы? Мы же как слепые котята. Мы же почти ничего не видим. Так, кое-что ощупью. Хорошо нам, когда кричит кто-то, кто это такой? Это Афанасий Великий. Говорит, вот сюда, сюда, правее, правее. Ты не туда идешь, правее. Ах, вот тут. Так, держись этого. Хорошо, я ему верю. А вдруг мне скажет какой-нибудь Порфирий Кавсоколевит. Да. Не борись со страстями. Не борись. Люби Христа. И все в порядке. И я все люблю. И бултых. Вот ведь дело какое. Почему так важно держаться вот святоотеческого наследия? Особенно в отношении жизни. Жизни. Как таковое. Потому что я говорю, что истин не так много надо знать. Истин немного. А вот в жизни, да, это очень важно. Но я вам скажу, что религии, конечно, есть разные. У одних есть больше, так сказать, ну, правильности. Потому что, я вам говорю, вот те слова Христова, что не делай другому того, чего не хочешь себе, это считается общечеловеческим золотым правилом морали. Которым мы встречаем до Христа. Мы встречаем и в других религиях. Вы найдете это в конфуцианстве. Вы найдете это в буддизме. Я думаю, что найдете во многих. Во многих. Вот. Потому что это свойственно, это истина человеку, как образу Божию. Если там это есть, ой, как уже это хорошо. И какой-нибудь конфуцианец, который никогда не знал ничего о христианстве, но который следует хотя бы этому правилу, если он действительно искренне следует, не лукаво, да, он уже идет верным путем. Хотя он не знает очень многого на этом пути. Поэтому и достигает он немногого. Я вам скажу, что ни один человек, не христианин, никогда не сможет достичь духовного совершенства. Оно открыто только христианству. Потому что тех законов духовной жизни, которые открыты христианской религией, не знают в других религиях. Не знают. Поэтому закрыто для них. Закрыто. Вот, вот, немножко кое-что. Духовное совершенство там недоступно. Недоступно. Самое большее, чего достигают, это определенного нравственного уровня. Нравственного, но не духовного. Только христианство дает возможность человеку достижения именно святости как таковой, облагодатствования как такового. Действительного приобщения и Богу. Только христианство. Я говорю, здесь, в земных условиях жизни. Вот чем отличаемся. Средства дает христианство уникальные. В других религиях таинств нет даже. Христианство предлагает это. Вот так. Здесь, что же, конечно, сатанизм. Он же стоит прямо против. Он против идет истины. Поэтому здесь это, можно ли назвать это религией? Там, где мы видим сатанизм, то мы религией не называем. И когда Христос сказал, ваш отец – дьявол, и вы похоти отца вашего творите, то здесь уже какая-то религия. Это же антирелигия, значит. Это их вера, следовательно, была антирелигией, а не религией, извращением. Поэтому здесь надо различать и эти вещи. Что подразумевать под религией, а что к таковой не относится. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok